Всем привет, друзья! Наконец это суббота долгожданная, оффроуд. Состоится в любую погоду, называется. Пошел снежок. Короче, сейчас, я надеюсь, должно быть интересно. Ну, сегодня ориентирование, спецучастки завтра. В общем, сейчас долетим 50 кмн-ом до места. Сейчас узнаем, что там происходит. На дорогах более-менее все. Раскатано нормально. На тротуарах просто жестяк. Там я показывал на видео про угол. Съезжайте с перекрестка с круговым движением. Организаторы мероприятия. Стая Белого Волка и Росомаха Прилуки. И так далековато немножко от Киева. 50 км, но ближе к Прилукам. То есть, ребятам тоже ближе было ехать, организовывать. Все замерзло. Не знаю, что там будут за точки. И какой будет спецучасток. Сколько уже, около недели мороз. Промерзло все хорошо. Было и 10 градусов. 8 ночи. Все соскочили с Харьковской влево. И летим. Летим уже к лагерю. Да, к сожалению, заморозило все. Был бы оффроуд четкий, если бы погода такая, как... Хотя бы неделю назад. Было... Плюс был четкий. Тут вроде гололеда нету, кстати. Несмотря на то, что мы за городом. То ли дождя тут не было, то ли... Вряд ли тут кто-то так сыпал интенсивно. Ну, чистая дорожка. Места не очень глухие. Есть магазин. Пока участников не вижу. Или они все стартанули в другую сторону. Через 500 метров поверните налево. Женщина сегодня, я думаю, нас не должна запутать. Так, говорит, вот тут налево. Потом направо. Поле зелененькое. Никого не видно пока. Поверните направо. Затем поверните направо. Как она четко нас сегодня ведет. Так, вижу внедорожник какой-то серьезный. Сейчас сразу... Сразу будем... Поверните направо. Затем вы прибудете к месту назначения. Вижу Макса. Это Саня. Ну, успел, я смотрю. Не опоздал. Сейчас будет экшен, наверное. Так, вот и Макс. Привет, Руслан. Привет. Так, ну нормальная движуха тут. Подмерзли дворнички. Количество машин серьезное сегодня. Давно не было таких масштабных соревнований. Недалеко от Киева. Смотрите, а вот какой участник серьезный. На Рубиконе. Все здесь, в общем. Вон и Крис. Ну, сейчас за кем-то поедем сразу. Мы успели. Это неплохо. Ландроверы. Внедорожники. На любой вкус. Здравствуйте. Привет. Надо, чтобы мы попали в Ютуб. А где машина? Вот. В каком классе вы? Там не будет участник. Так. Вот серьезный участник. Вот этот серьезный. Блин, у тебя что-то все больше и больше машина. Привет. Ты в каком-то? Р-3? Зритель. А, зритель? Так я с тобой тогда давай. Да, конечно. Ну, так а что? Ну, смысл мне гонять дорогую иномарку? Нет, нет, нет. Ты знаешь, сколько она стоит? Сколько она живет, я знаю. Попасти по полку самому. Так, ого, тут джиперы со стажем, я вижу, есть. Димончик. Так, стартанули. Ёлки, стой, стой. За этим маньяком. Ох, блин, смотрите, тут, что не машина, а то просто какая-то жесть. Стартанули, 12 и не ждали ровно. А вот и Юра. Сейчас, может, мы за ним проедем. Смотрите, тут и Бобик есть. И Андрюха Тонировка решил поучаствовать. Ну, давайте за кем-то проедем. Как мы успели четко, просто. Посекундно. Не зря летел так быстро. Через 200 метров женщина говорит, поверните налево. Ну, уже нам это не актуально. Нет, актуально, видите. Андрюха Тонировка. Ну, давайте налево повернем. И посмотрим, что там будет. Так, какая-то Нива очень серьезная. Сегодня ее пилотирует штурман. Штурман Бешеной Копейки, насколько я помню. Гляньте, что Бобик творит. Вы представляете? Прото по асфальту валит. Что обычной машиной хрен догонишь. Поверните налево. Куда все поехали? У нас, к сожалению, точек нету. Координат я имею в виду. Пока колонна плотная такая. Бобик пока видно. Пока видно его. Вранглер хотелось бы посмотреть. Да, опять эти формат ориентирования, конечно, это какой-то непонятный пережиток. Но бывают интересные моменты. Но в основном это любой спорт подразумевает наличие зрителей. А здесь где-то лесными дорожками, полевыми поиск приключений. Ну, есть какой-то свой положительный момент. Ну, вообще. Такое. Вон кто-то звонит уже. Мы куда-то валим. Непонятно куда. Валера просто на бобике валит с какой-то дикой скоростью. Я еду сотку и не могу его догнать. Можете себе представить? Это прото. Просто жестяк какой-то. Друзья, был большой перекресток. Там как-то все рассосались. Но машину, которую я хотел увидеть, я догнал. Ох, какой у него звук. Тоже почти как у нас. Даже еще покруче. Это вранглер, который на фесте ушел практически по крышу. Хапанул воды. Где-то шноркель был негерметичный. Четырехлитровый он. Короткий. Что там? Тридцать седьмой богер на нем стоял. Не знаю, что сейчас. Думаю, он же и стоит. В общем, сейчас доедем до точечки. Все покажем вам. Какие красивые тут места. Да, разброс точек. Я понимаю, что сложно сделать где-то их все близко, компактно. Ну вот, в чем оффроуд, скажите мне. Напишите в комментариях. Езда по асфальту многокилометровая. Ну и что? В чем смысл? Не знаю. Или какую-то местность подбирать, где вообще нет асфальта. Вообще, это все, конечно, уже вчерашний день. Ориентирование, я думаю, что в ближайшие годы. Оно и, будем надеяться, исчезнет. И мы не будем заниматься вот этим на букву... Не буду говорить, какую. Ездой по асфальту. В общем, двумя словами. Ох, у Юрца, как звучит мотор. Сейчас я... О, так должно быть лучше слышно. Шум от колес. Правда, его тоже слышно. Красиво идем. Там бойцы серьезные. Сейчас будет экшн. Я думаю, в любом случае, если все не замерзло наглухо. Еще примерно километр пролетели. Это просто... Сука уже от лагеря, не знаю. Километров 6-7 уже проехали, наверное. Просто по асфальту куда-то... Вглубь материка. Ну, может, сейчас что-то увидим фантастическое. И, может, это имело смысл. Да, минут бы на 10 раньше приехать. На 15 всех показать. Но ключевое мы успели. К старту. Молодцы организаторы в это трудное время. Собрали серьезный коллектив. Только не радует, куда мы едем вообще. Куда-то, может, в Харьков. Харьков правее вроде. А мы влево поворачиваем. В Прилуке, может. Точно, наверное, Вадик в Прилуках точки ставил. А Белый Волк в Борисполе. Кто направо повернул, те в Борисполь. Кто налево, в Прилуке. Хорошо заправился. С запасом. Хотя с моим расходом... Не, ну, расход более-менее, в принципе. После настройки серьезных газовщиков. Вроде как ничего. Так, что ж тут происходит. Право, влево. Точно на Прилуке едем. И никого вообще ни сзади, ни спереди. Уже Юра домой. Решил набрать я пилота. У меня есть телефон его. Он говорил, что поедет на самую дальнюю точку. Макс мне сказал. Не знаю, с ними трубку или нет. Телефон может лежать где-то далеко. Радует только его звук. Выхлопа. И шум баггеров об асфальт. Так, ну это какой-то жестяк просто. Точно точка под Прилуками. Трубку не снял. Ну, в принципе, я и не ожидал, что снимет. Но тут снежок, видите, чуть больше. В Прилуках, кстати, снега. Еще неделю назад нападала. И это заметно. Точно в Прилуке едем. Да, вот за это я не люблю ориентирование. Это просто какой-то... Это какой-то бред просто. Не знаю, когда уже уйдет этот... Я понимаю, сложно сделать... Сложно сделать трассу там на небольшом каком-то участке, чтобы все было видно. Ну, в этом плане РФС формат просто идеальный во всех смыслах. То есть, есть короткие спецучастки. Они могут быть на небольшой территории. Там, грубо говоря, километр на километр. Или там два на два. Ну, даже два на два, наверное, много. Обычно ближе все. Ну, и все понятно, видно. Видно зрителям, понятно участникам. 15 минут 100% современный формат. А это, конечно... Поехали с Борисполя в Прилуке. Возьмем одну точку, называется. Или там несколько точек. Чем дальше мы едем, тем больше мои шутки приближают нас к реальности. Да. Ну, ладно. Хорошо, уже поехали. Вариантов никаких. Ямы даже тут меньше, чем на мосту в Киеве. Которые опять залепили. И хватило на пару дней. Провалилось все опять. Едем, думаю, двумя джипами. Подумал про тот джип. Легендарный. Который впереди. Потомок Виллиса. Он и похож на него очень сильно. Максимально даже, я бы сказал. Подумал про эту машину. Насколько она классная, комфортная. Скоростная. Проходимость на уровне. Как на ней приятно ехать. Да, Гранчероки ВК. Наверное, последний Гранчероки, который хоть какие-то есть внедорожные корни. Потому что уже дальше следующий на базе Эмэла. Вы уж понимаете, на базе Эмэла это не внедорожник уже, чтобы там они не поставили. ВК-2 я имею в виду. Здесь еще сзади мост. Переди уже независимая. Был он еще не лифтованный. Были мы в Болгарии. Где-то лет пять назад, наверное, примерно. И стоял там на парковке. Мы были на Бэхе тогда. Стоял на парковке. Даже цвет, кажется, такой. Смотрю, лифтованный. ОМЕшный лифткомплект стоял. Давай, залез в интернет. Давай искать. Нашел даже до шести дюймов есть лифткомплект. И, правда, шесть тысяч долларов там или шесть с половиной стоил. Да, где-то мы на Прилуке едем точно. Ну, там серьезные стойки. В сборе здесь впереди не стойки. Отдельно пружина-амортизатор. А лифткомплект, который шестидюймовый. Взрослый такой там. Даже Фоксы, кажется, в этом комплекте. Ну, что-то такое из этой серии. Стойки передние в сборе были. Там на шесть тысяч серьезные переделки. Ну, тем не менее, машина превращается в монстра. Много электроники из недостатков здесь. Даже по сравнению с Виджеем, моим очень сильно уже отличается. Много много всего дополнительного. И оно нельзя сказать, что сильно там глючит. Ну, так. Есть моменты. Так, Юрец. идет на обгон. Плоховато тут видно все. Не, все просматривается. Да, полный привод это сила. Благодаря передней независимой подвеске достигнутой реечной рулевой. Достигнута рулежка хорошая, комфорт хороший. Четкая машина. Ну, что вам сказать. Это я думал, что это такая жесть не сильная с этим ориентированием. Но я вам скажу, это не то, что не сильно. Это просто полная жесть. Мне кажется, на такую точку дальнюю. Ну, может, там группа точек. Не знаю, есть ли смысл ехать. Если есть много рядов, время не суточная гонка. То есть, ну, как, ограничено. Там старт, то ли финиш, то ли в 8 вечера. Сейчас мы уточним. Сам не читал. Не знаю, стопроцентно во сколько. Ну, где-то вечером, в общем, финиш. В принципе, 8 часов борьбы. Времени достаточно. Расстояние неадекватное. Тут однозначно организаторы погорячились немножко. Ну, это вот на боевых шинах, допустим, по асфальту. Ну, зимой, а летом вот это тереть их по жаре. Да, не очень правильно, но как уже есть. Да, наверное, моя теория подтверждается. Наверное, точки, на которые мы едем, ставил Вадим, ему до Прилуг недалеко, и он их где-то здесь ставил. Ну, кстати, довольно в неплохом состоянии дорога. А Белый Волк ставил со стороны Борисполя, я думаю. Так они и распределили. Так, о! Смотрите, мы не одни, тут вон какой-то участник Chevrolet Niva. Серьезная какая-то машина. Так и есть, я думаю, сейчас. Я надеюсь, уже мы скоро доедем. Уже километров, наверное, 20 проехали. Вот за это не люблю я этот формат. если бы это все компактно еще как-то можно было понять. Ну, и вообще ориентирование к оффроуду имеет отношение какое-то далекое. тут каток. Вот я на тормоза нажал. Слышите, как АБС работает? И пытаюсь стартануть. Вон, антибукс. елки-палки. Полная жесть. Просто полный каток. Все-таки трасса, видно, была посыпана. Охренеть вообще. Ну, это мы уже где-то в сторону точек повернули. Хотя, посмотрите, просто каток. Можно на коньках спокойно за ним ехать. Елки-палки. Он с короткой базой. Если он на задке едет, так, ну, я поворачиваю, а мы едем прямо все равно. Мне повернули. Честно говоря, я в шоке просто от расстояния. Ну, я понимаю, что это дальняя точка, но все равно, ну, неужели ближе ничего нельзя было поставить? Посмотрите, как он валит по бездору. Сейчас мы на траву, наверное, съедем, потому что там, хотя на траве каток почти такой же. Вот он, сюрпризы, погоды. А неделю назад тут была грязь, тут был бы четкий, четкий, четкий оффроуд. так, так, уже он режет. Ёханый бабай. Как он на этой короткой, ну, подпущен, наверное, я-то на асфальтном давлении. Думаю, он не убежит от нас. Отрывается. Да, друзья, это, это жесть. Посмотрите, все замерзло. Какая тут была шикарная грязь, видны лужи, замерзшие, ледяные. Колея бешеная, тут просто до точки доехать. Ну, хорошие ребята, наверное, места нашли, молодцы. Но далеко. Да, не знаю, кто-то доедет из участников сюда. Если не очень много точек и будет время, то поедут в любом случае. Посмотрите, как он далеко уехал уже. Я просто боюсь. что-то себе разбить об этом замерзшем. Об эту замерзшую жесть. И оттормозиться не оттормозишься. Нормально. Юрец на боевом аппарате. Мы тоже почти на боевом, но не на совсем. Так, я уже их не вижу. Видите, улетели уже. Сейчас попробуем догнать. Вижу. Вижу, вижу, вижу. Хорошая лесная дорожка, а зимы посеяны. Сокращаю дистанцию. Приходится наваливать. Сами видите, как. Белки-палки. Я уже думаю, что надо было больше заправляться. Но еще бензин, правда, есть в баке литров 15, наверное, помимо газа. Да. Амортизаторы кони, а антибукс, кстати, срабатывает. Стабилизация ДСГена в Бэхе называется. Не знаю, как у джипа. Блин, не могу стартануть. Просто антибукс отсекает все. Елки-палки. Мы просто по льду идем. Это под снежком припорошило. Просто тупо лед. Вон, Юрец так быстро не может уже ехать, как ехал в начале. Е-мое. У меня стабилизация только держит. Вот смотрите, участники там есть. Елки-палки. Так мы валили, а там уже люди. Как они туда долетели быстрее нас? Непонятно. Ёханы бабай. Вообще остановиться невозможно просто. Полная жесть. В общем, надо машину куда-то в сторону, чтобы никто не вклипал. Ёханы бабай, привет. Это жесть вообще. Слышишь какая-то? Я тебе набирал, но телефон отключен или где-то? Включил? Багера 37-й эти что и были? Да. Блин. Как я люблю ориентирование. Я вам даже не могу передать вообще. Особенно за вот эти поездки. Сколько километров 20, наверное, лупанули или больше? Да, да, да. Да хуя. Куда ты пошел? Вам где-то километров 500. Тут 4 точки. Это жесть. А ты как тут оказался? Побежали 500 метров. они приезжают, да? Да, да. Я в фурме спать вот. Ё-моё! Серега, ты опять тут? Ты шо, не уезжаешь с Киевской области? Я купил квартиру. Ты сюда нормально заедешь? Привет. На подоле квартиру купил? Я понял. А тут жесть полная просто. Слышишь, я еду и лечу в него, понял? Опасно очень. Ну тут нормально место пересел и так надо догонять их. 500 метров 4 точки сказали. Вот какой-то участник. Привет. Добрый. Блин, мы так быстро ехали. Как все раньше сюда доехали? Вы срезали где-то, да? Мы по асфальту прямо сюда по асфальту? А, проскочили. О, а там нет, там надо спаливать просто, Да нет, там что-то может и быть. там такая красивая зеленая защита. Но места хорошие. Ёханы бабай, проваливаюсь. так, юрец. Тут лед с болотом. Не провалился, посмотри. Это он на льду? Да. Это такая грязюка была бы, Да, тут было бы круто. Даже не провалился, вот только с краю чуть-чуть. А, ну, что-то вообще было бы было. подмерзло, наверное. Не, нормально там. Было бы было бы хорошо. Вот еще участники лебедку разматывают. прикинь, промерзло за неделю. Меньше недели даже. Мороз когда? В воскресенье, понедельник начался. Да, градусов. А тут область, тут еще, наверное, по-крутому, да? Вот и Бобик нашелся. Печка там есть, стекла, все, все четко в машине едет. И вон еще сколько участников. надо было где-то лагерь ближе может делать. Какая-то белая Тойота. Кто это может быть? Непонятно. И Рубикон. Долго тут ходили. Слышь, мы тут перейдем, Серега? Да, лучше не надо. Так, как-то они оказались на той стороне. Мы их потеряли, но теперь нашли. Вот и точка. Да не, если лед вранглер выдерживает, то мы не должны провалиться. Сейчас попробуем. не хотелось бы тут искупаться. Ну, места красивые, но не под эту погоду. На неделю бы раньше, но Нива клуб был. выдерживают вранглер. Точка рядышком. Тут даже если провалиться под лебедяться на берегу деревьев хватает. промерзло тут наглухо все. Тоже кто-то рыбу ловил. Начинается экшен. трещит лед. Слышу трещит. Он провалится доехали. Такой экстрим со льдом сегодня. На коньках неплохо было бы. Это интересно. Плохо видно. Плохо видно номер, да? Замерзло? Замерзло, да. фиксация и выход дальше. Фиксируют на два фотоаппарата. Это подготовленные джиперы серьезные. А вон еще точка. может ближе к берегу Юрец. Ты взвешивал сколько тачка весит? не взвешивал а примерно двушку где-то наверное весит. Две двести очень тяжелый тут мотор коробка. Шины большие. Я стою на льду. Блин, хрустит, трещит. Ё-моё, убегать надо. Юрец, едь ближе к берегу. Ё-ханы-бабай, ты слышишь? Сейчас будет экшн. Можа ходом. Он уже Серега, это ты на хорошего маньяка попал. может лучше сверху спустится? Да, да, лучше сверху Юрец сто процентов. Не-не, трещит уже вода проступила. Слышишь, тут у тебя такие защиты под ножки. Что, будешь пробовать стартануть? Ага, со льда уже не стартанешь так. Блокировки. Блокировочки. Колеса намокли. Чуть-чуть, возьми. цепляются. Что у тебя за веревка такая толстая? Друзья, пытаюсь подняться просто пешком. это очень сложно здесь. Во-первых, какие-то лианы тут растут, блин. Плюс скользко и уклон не детский. Да, в такую погоду есть своя прелесть. Меньше грязи, но экшен все равно будет, наверное. Смотрите, где аж зацепились. Обожженное дерево. пожары были. Классно мотор работает. Я не очень это четырех литровый люблю мотор. У меня стоял такой на гранде. Ну, может, просто уже уставший был, но как-то он не ехал так, как хотелось. скажем, по сравнению с V8 просто какая-то колоссальная разница. Хотя по лошадям разница там всего процентов 15. Там 190 V8 200 220 30 лошадей. ну, слышно сильно. Прошла жара. . . . . . . . . ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, геометрическая проходимость хорошая. Ну, есть у меня, кстати. Где-то это твоя, или не знаю, что это сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что после РФС было летнего? Ремонт большой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Большой ремонт опять? Какой по счету? Сколько? Три месяца. Нет, такое. Какой по счету? Ремонт мотора, я имею в виду. А, нет, мотора нет. Выжил нормально? Все нормально. Все нормально? Просто воды набрало. Слили и поехали, да? Так, смотри, тут осторожно, Юрец. Смотри, оказалась вода. Ну, шноркеля два я вижу уже. Уже два. Чтобы надежды. Так, ну, ледяная точка. Лед выдерживает, если долго на нем не стоять, не ездить. Да, размер деревьев. Ну, не такие, как в Танзании, но тоже большие. Там вообще подходишь к дереву, и такой человек рядом стоит, как микроб. Кстати, лед самая жесть. Вот мы по фроуду, мы же катаемся круглый год. Покатухи там, вне зависимости от погоды. Вот самая жесть, мокрый песок. И вроде кажется безобидный грунт. Ломается машина, да? Да, и лед, вот именно, знаешь, когда лед. Тоже такая, получается, ударная нагрузка. Когда проваливается, он ты начинаешь там. И ломает тоже.